всем большой привет дорогие друзья смотрите такое колье у меня получилось с бубликами вот такие я сплела бусины круглые так сегодня я буду показывать как я их плела кому интересно оставайтесь на канале конечно можно их собрать более может быть интересно ну моей фантазии пока хватило только на это я использовала здесь еще цепи вот можно конечно просто круглые колье собрать вот такое и прямо по кругу но я собрала вот немного бусин они по рисунку разные как вы видите мне особенно вот такой рисунок понравился как колесико вот использовала я тут два цвета бисера этот бисер у меня был так это мюки по моему но сейчас я буду плести из чеха десятки посмотрим получится ли я думаю должно получиться вот итак давайте приступим плела на нити плетенки вот и у меня сейчас будут другие материалы для плетения таких бусин нам понадобятся колечки вот у меня такие деревянные кольца покупала я их на алиэкспресс вот такой кучей они продаются кстати они есть разных диаметров вот эти мои по моему около 15 миллиметров вот ну может быть они 16 я вам конкретно в описании напишу и дам ссылку на них вот они немножко некоторые такие овальные попадаются но так как их здесь очень много то можно выбрать и получше вот для одной бусины нужно одна такая заготовка внутри значит бусины вот такое колечко бублик и так для примера сейчас возьмем давайте вот чех десятка бисер у меня двух цветов можно взять одного цвета но все таки два цвета мне кажется будут легче в плетении чтобы не запутаться так и давайте начнем плетение начинается от центра бусины вот прямо отсюда и для такого размера я набрала 12 штук бисера и вот этот набор и я спустила в середину не идти нет к у меня где-то около метра и завязываем в узелок одну сторону плиту с одного конца а другой вот с другого конца мне показалось так удобнее хотя можно и пропетляя выйти на другую сторону тоже это не сложно и причем хотя можно вообще не завязывать вот смотрите нужно не очень туго это сделать делать потому что чтобы а вот этих бисерин была возможность ложиться кирпичиками это будет такое мозаичное плетение по центру ну вот получше сделал теперь я перехожу на другой цвет чтобы было удобнее плести сначала нужно пройти через следующий бисер после узелка и потом набираем по одному бисеру и проходим через один ну это такое мозаичное плетение ну как вы понимаете чех он неровный бисер вот сейчас заодно и проверим можно ли это плести из чеха конечно будет не так аккуратно и красиво но думаю что то должно все равно получится вот так идем через один бисер по кругу и мозаичным плетением я плела три ряда вот это у меня первый ряд будем считать ну значит и еще два вот так идем идем вот раз у нас было 12 бисерин у первоначальный набор значит мы добавляем еще 6 так получается ведь вот это бисер основание я зашла и сейчас поднимаюсь через вот этот бисер все конечно вот это вот топорщица надо все-таки стараться их уложить может они сядутся со следующего ряда сейчас следующем ряду я перехожу опять на темный бисер ну вот тут набор цветов конечно абсолютно индивидуально я это делаю только для того чтобы вам было это хорошо видно и чтобы самой не запутаться когда вы будете это плести вы сами придумаете разные красивые узоры я думаю это просто я показываю такую идею с такими деревянными как сказать заготовками видите сейчас уже идем по светлым бисеринкам но все-таки при плетении чехом надо стараться подбирать более ровный бисер вот видите у меня пока так такое безобразие сейчас вот у меня стык через светлый прохожу и через темный и здесь уже конкретно нужно натягивать так чтобы у нас образовалась вот такая вот штука вот этот хвостик его нужно вывести на другую сторону вот у меня он тут даже вот видите он должен остаться здесь так и еще один ряд я сейчас буду плести точно таким же образом и этот ряд он тоже будет давайте синий так мне только кажется или камера трясется сейчас по темно-синим прохожу ну чтобы как бы была симметрия вот с этой стороной здесь тоже проходим темно-синим да может быть это не очень хорошая идея была для примера взять чеха ну просто я хотела сразу ответить на вопрос что можно ли плести из чеха вот заодно посмотрим можно ли мне кажется идею вернее мастер класс понять можно и с таким бисером вот сейчас я прохожу этот ряд и мы немножко по-другому дальше пойдем как по-другому будет только вот вместо стыка вместо стыка мы уже дошли до места стыка сейчас поднимаемся вот что это было извиняюсь а да да все правильно видите из-за того что чех и он неровный так получается но можно проверить себя здесь должно быть 6 бисер раз два три 4 5 6 смысле нет сейчас я чуть-чуть назад на самом деле все было правильно сейчас мы уже берем здесь заготовку вот этот хвостик я проталкиваю сюда и нам надо вот эту заготовку посадить в центр бусинки вот видите вот так это должно быть если у вас другой диаметр будет значит нужен другой набор бисера делать ну вот для этого размера то ли он 15 или 16 я подробнее напишу внизу вот понятно да сейчас я перехожу перешла уже на следующий ряд и здесь будет такой набор мы проходим но сейчас придется хотя мы так и плели сумбурно говорю сейчас мы вот таким образом я перехожу на светлый один набор у нас мы точно также проходим по выступающим вот этим бисеринкам просто мы делаем один набор 2 бисера и вот в этот бисер тоже мозаичное плетение только разные наборы будут на расширение идем один набор будет один бисер и вот так будем чередовать вот теперь я набираю 2 теперь один бисер вообще не ровно похоже вот так по кругу на самом деле это не сложно совершенно не сложно вместо стыка мы всегда проходим бисер основание вот он синий и только потом проходим через два вот этих светлых бисера вот и таким образом вот выскочила таким образом у нас вот это плетение идет на расширение вот а в следующем вот этом ряду сейчас мы будем так не очень хорошо садится мне кажется теперь этот ряд я буду плести синим бисером и здесь уже в каждом наборе у нас будет по 2 бисера вот так 2 берем и по голубым бисеринкам проходим вот опять берем 2 и через 2 здесь где один проходим через один где 2 проходим через 2 так слишком много болтаю вот вот понятно я думаю да все здесь индивидуально вы смотрите по своей деревянной вот этой заготовки у вас и другой размер то может быть какой вы себе выберите и вот это оплетение она тоже абсолютно как бы индивидуально будет у вас и другой рисунок здесь может быть выборе вот цветов вот я прошла еще один круг понятно да сейчас подняться надо вот на этот ряд не забываем подниматься немножко можно вот так вот поправить обязательно нужно хорошенько натягивать вот пока мы идем вот так теперь следующий ряд я буду плести светлым бисером и точно также будем вставлять по 2 бисера пока здесь не будем добавлять бисер будем по 2 проходить вот так по кругу идем ну вот я прошла этот ряд теперь следующий ряд я перехожу на синий и буду набирать по 3 бисера и праха прохожу вот по этим двум светлым вот такое получается здесь расширение точно также по 2 по 3 набираем и проходим через два бисера вот так ну вот я прошла теперь нужно обязательно подняться на следующий уровень и в этом ряду я набираю опять два светлых бисера вот над двумя набираю 2 и прохожу через вот эти три и пожалуй с этой стороны уже будет достаточно это должно быть где-то половина вот этой стороны потому что с этой стороны мы тоже также сплетем и здесь их соединим вот я сейчас двумя светлыми пройдусь и потом будем плести обратную сторону вот так ну вот так у меня это сторона теперь я иголку присоединила к вот этому концу и здесь буду плести помните мы тут набирали два светлых и один светлый вот это как раз но нужно плести симметрично той стороне и чтобы было как бы не сложно можно даже записать как вы делали с той стороны вот я помню я по памяти вот так на расширение помните мы шли вот точно также здесь идем на 2 1 вот так у нас идет так ведь вот этот ряд ну плетется точно также главное здесь вот сейчас поднимаясь на уровень через два нужно войти дальше мы набирали темный синий два на два уже два по моему сразу вот через два вот мы точно также с этой стороны плетем и потом их в центре просто соединяем может быть понадобится здесь еще один ряд вот когда я плела милки у меня еще один ряд был на 4 бисера видите все зависит от размера бисера я думаю это и изделики было бы красиво вот так как у нас вот тут вообще такой нужно сказать грубый бисер ну посмотрим давайте что получится вот я уже поднимаюсь так дальше у нас ряд идет два светлых бисера опять набираем мы вот над светлыми у нас пойдут светлые вот я прошла теперь мы набираем по три синих и проходим вот так три штуки синих вот этот ряд так я прошла теперь прохожу один ряд два светлых между тремя синими и и обязательно вот тут смотрим как это она сходятся вот я думаю здесь еще из четырех темных нужен будет ряд прошла я этот ряд и теперь набираю между ними вот четыре синих и прохожу через два вот светлых и этот ряд у нас будет уже общим мы потом вот так соединим сейчас я вот так пройду по 4 бисера теперь я заделываю вот эту нитку петляю где-то завязываю в общем заделываю этот конец потом я опять подключусь к этому концу и уже буду проходить итоговый ряд вот я опять здесь и у нас общий ряд будет вот вышла из двух бисерин этого ряда сейчас прохожу с этой стороны через четыре бисера вот видите у нас смыкание вот этих двух сторон получается здесь вот и здесь очень туго надо пройти причем я проходила несколько раз вот сколько позволяет прохождение нити столько раз и нужно пройти как бы мы зашиваем две стороны и опять же нужно смотреть все ли тут у вас закрывается вот я думаю вы поняли да все вот так закрылась ну вот такая бусинка у меня получилось из чеха десятки конечно это намного грубее как вы видите мне кажется это будет красиво если брать чехой туха 15 мелкий бисер будет более изящно так ведь ну вот у кого нет бисера можно попробовать я потом вот так вот соединяла с одним бисером видите не стала уже это показывать это очень просто и здесь продолжила просто цепью и немножечко вот тут в поддержку еще подвесила цепь но это вовсе тоже не обязательно ну вот такая история все девочки всех благодарю за просмотр и спасибо что были со мной и до следующего видео пока пока